Родная страна Этот праздник, он традиционный, он был создан еще в конце 19 века, еще в царской России, рабочие преследовались за то, что участвовали в этих маевках. Это праздник солидарность трудящихся с чикагскими рабочими, которые вышли на мирную акцию против произвола полицейских. И были расстреляны часть рабочих, и вот в поддержку вот этих чикагских рабочих был придуман этот праздник, единой солидарности трудящихся. Но сплотиться и поддержать друг друга просто так без грамотного организатора сложно. Любой, даже самый благородный порыв рискует в таком случае превратиться в неуправляемую стихию. Еще даже в царской России был издан первый указ о профсоюзах. Даже царь в условиях монархии понимал необходимость вот этого института профсоюзов. И тем более сейчас в современном мире многие руководители понимают, насколько нужен этот институт. Потому что, чтобы не было конфликтов, чтобы меньше было разборок в судах. В Советском Союзе профсоюз был такой же привычной константой, как гимн «Мороженое по ГОСТу» и демонстрация на 1 мая. 1 мая так случилось в жизни, что я на демонстрации оказался уже будучи студентом. 1 мая на первом курсе мы очень радостно, будучи, проживая на выучении Николая Ершова, шли в сторону, во-первых, нашего главного здания, которое находится на площади Свободы. И там вместе со всеми трудящимися и жителями города Казани проходили через эту площадь. Будучи уже молодыми специалистами, мы готовились к тому, что ходили в лес, срезали ветки и ставили их на подоконник в своих производственных корпусах. И ждали, пока они 1 мая распустятся зеленые листочки, пока они украшали. И с этими букетами, по сути дела, природными букетами, ушли в рядах. Скорее всего, в каждой российской семье до сих пор хранятся фотографии и воспоминания о демонстрациях на 1 мая, когда дети, сидя на плечах у родителей, размахивали флажками и просто радовались празднику. 1 мая, осознанное, которое я помню, мы с мамой и с братом всегда ходили на площадь, слушали выступления, слушали концерт. И традицией было это покупка мороженого. И мы шли домой. То есть мы брали мороженое не просто по одному стаканчику, а именно по два. И эта дорога домой, она была очень такая продолжительная. И вот этот процесс, когда мы шли с этого мероприятия до дома, как раз это запомнилось. Когда я стала уже профсоюзным работником, конечно, у меня уже изменилось ощущение. Потому что если ты ребенком идешь как просто на праздник, просто ты вот видишь музыку, там людей веселых рядом, это одно. А когда ты профсоюзный работник, это уже по-другому воспринимается. Ты уже один из организаторов этого мероприятия. Ты отвечаешь за безопасность людей, чтобы не было каких-то провокаций. Это уже по-другому отношение. Но профессионалов трудности не пугают, а лишь дополнительно мотивируют. Потому День Солидарности очень быстро стал Днем Единения, не потеряв, впрочем, своего изначального смысла. Во времена, когда одним из важнейших лозунгов было «Сдадим пятилетку за три года» и ее действительно сдавали, жизненно необходим был институт, который бы следил, чтобы стахановские рекорды ставились не во вред правам человека. Нужно для того, чтобы бороться за лучшие условия жизни каждого трудящего и жителя как Татарстана, так и всей России. Для того, чтобы добиться всего этого решения, профсоюзы выдвигают лозунги, которые будут в определенной степени рассматриваться совместно с правительством разных уровней. Многие сейчас, глядя на просвещенный Запад и на очередные забастовки работников, уверены, что этот опыт было бы не вредно перенять. Но забастовки – метод, конечно, эффективный, но мало перспективный. Забастовка – это крайние меры, и она совсем ни к чему. Вот, например, на нашем предприятии достаточно солидный пакет заказов сформирован, и люди работают, получают квартальные премии. У нас компенсация за питание есть, и, соответственно, люди работают. Профсоюз тщательным образом следит за условиями работы, за охраной труда. В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции простой даже в несколько дней может нести катастрофические для производства последствия. Наши люди не лентяя, они готовы всегда трудиться, но этот же труд должен достойно оплачиваться. Прежде всего, я думаю, с этого. Если человек спокоен за свое будущее, если он может прокормить себя, свою семью, естественно, остальные проблемы, они постепенно будут решаться. Праздник весны труда и солидарности трудящихся родился, когда люди боролись за 8-часовой рабочий день, вынужденные трудиться по 15 часов. С тех пор не просто прошли десятилетия. Изменилась целая страна, и проблемы сейчас иные. В рамках этой акции, конечно, мне бы хотелось обратиться к руководству нашей республики. У нас есть ковидные госпиталя, так называемые красные зоны. И федеральное правительство установило определенные доплаты тем, кто работает в красной зоне. Но медикам. Это врачи, средний и младший медицинский персонал и водители, которые возят. Но водители скорой помощи. А ведь есть в этих же зонах, которые люди также подвержены риску заражения, это, например, лифтеры, которые возят больных ковидом, наладчики аппаратуры, которые стоят рядом с кроватью, буфетчики. Такие люди ничего не получают. И мы очень убедительно просим руководства нашей республики решить этот вопрос. Это не такие большие деньги, но с нашей точки зрения это было бы справедливо. Богатая страна не может быть, если бедные народы, по крайней мере. Значит, поэтому для... Ну, самое-то главное, улучшение жизненного уровня, что-то трудящих. Если раньше мы... Лозунги были, например, «Мир, труд, май», то в настоящий момент уже союзы и другие общественные организации должны выступать под другими лозунгами. Ну, в частности, например, повышение заработной платы или повышение минимального размера оплаты труда, справедливый труд. Проходит десятилетие, а традиция совмещать праздник 1 мая с необходимостью решать проблемы остается. Эти добрые традиции, которые были в прошлом, они до сих пор есть. У нас молодежь достаточно активно вступает в профсоюз, потому что, ну, во-первых, мы и совместные мероприятия проводим, во-вторых, они тоже понимают прекрасно, что профсоюз — это то связующее звено между трудовым коллективом и администрацией, которая как раз-таки доведет до руководства, до администрации те, может быть, проблемы, а может быть, пожелания какие-то. Ну и, соответственно, вместе мы все реализуем. Но, как и в любом деле, невозможно добиваться действительно впечатляющих результатов, работая в полсилы, спустя рукава. Они должны переживать за каждого своего члена профсоюза, то есть проблемы этих людей должны быть проблемой этого человека. Если тебя избрали, значит, ты должен в той или иной степени отвечать за них и стараться решать те проблемы, которые возникают у каждого члена профсоюза. Решать проблемы в одиночку сложно, если вообще возможно. Особенно, если в дело вступают тонкости законов и правовые коллизии. Особенно, когда тихие, одиночные голоса попросту не слышат. Именно поэтому тогда, в далеком 1886 году, рабочие и вышли на демонстрацию. Самая главная стратегическая цель профсоюзов, и чему они должны быть привержены, это защита и представительство прав интересов трудящихся и обучающихся молодежи. Если каждая организация будет придерживаться этой цели, то как раз и значимость, и понимание у молодежи и у трудящихся будет во многом выше, чем вот сейчас возникают такие вопросы, а нужно ли это нам. Люди достаточно быстро перестают замечать прогресс. Многие юные девушки сейчас недоумевают, для чего нужны феминистки, уже даже не задумываясь о том, что без их стараний прав у женщин могло бы быть в половину меньше. Так же дело обстоит и с профсоюзами. Сейчас 1 мая, скорее всего, это уже как символ, символ истории, памятник, может быть, в календаре, когда мы действительно задумываемся о том, что важно сохранять условия труда, сохранять мир во всем мире и стремиться к тому, чтобы была не идиллия какая-то, а все-таки было какое-то партнерство между как и участниками образовательных отношений, так и между участниками трудовых отношений, это работодателями, работниками, правительством. Прогресс никогда не наступает в один момент. Это бесконечный процесс. И те блага, которыми мы пользуемся сейчас, изобретены, придуманы или отвоеваны, были еще до нас. Встречается, значит, дед, и молодые говорят, а вот что-то у вас, компьютеров не было, телефонников не было, телевизоров не было, радио там с трудом где-то было, а сегодня все есть, все доступно, все возможно. Вот этот дед и говорит, ну хорошо, так вот то, что вы сегодня пользуетесь, это создано нами, а то, что создадите вы, и что после себя оставите, молодежь, которая, значит, сегодня читает, что вот эти праздники, которые мы добились для того, чтобы общение народу было, по крайней мере, вот они, наверное, не совсем осознают. Также часто сейчас юные прогрессивные не понимают, зачем нужны демонстрации 1 и 9 мая. Ведь трансляцию можно посмотреть в интернете, а пообщаться и в сообщениях можно, но этого катастрофически мало. В современном мире нам как раз таки не хватает этого общения. То есть ценность вся в том, что мы видим друг друга, мы общаемся друг с другом. Многие люди друг друга, в принципе, не знают, но там они знакомятся, делятся положительными эмоциями, поздравляют друг друга с праздником. Таким образом они проявляют свое единство взглядов и сплоченности. Самое главное в этом всем, что вот эта эпид-обстановка, она нам дает другие возможности, другие какие-то механизмы для сбора молодежи, для сбора их мнений, для высказывания своих мнений на площадках, которые нам предоставляет республика. И, соответственно, достигать тех целей, которых мы достигали в результате проведения 1 мая, зачитывания резолюции, требований и каких-то своих предложений. Меняются времена, меняются люди, но необходимость в налаживании диалога остается. Ведь даже то, что работает, имеет свойство ломаться. Поэтому и по сей день существует 1 мая, хоть уже и под другими лозунгами. Он бы прозвучал как профсоюзы за современное развитие гражданского общества. Именно в ключе, в совместном развитии профсоюзов и гражданского общества, чтобы они шли в паре, чтобы все достижения, все результаты, которые были по пути этой деятельности, служили на благо гражданам как республики, так и нашей страны. Я от всей души желаю всем гражданам нашей республики крепкого иммунитета, хорошего-хорошего здоровья. С моей точки зрения, самый актуальный лозунг – мир. Вот все-таки, все-таки не будет мира на земле, ничего не надо будет. Ничего, ни зарплаты, ничего. Не дай бог, чтобы война началась. А если будут здоровье и мир, то и труд, и май приложатся. Потому что традиции живы до тех пор, пока в них нуждаются. А в единстве, поддержке, близких и солидарности коллег человечеству будет нуждаться, хочется верить всегда. Субтитры создавал DimaTorzok